Праздник отметили вплавь в день военно-морского флота. 30 ульяновцев решили доказать, с левого берега Волги направо и добраться можно своими силами. Организовали заплыв представители Центра холодового плавания при Ульяновском госуниверситете. Нелли Хачатрян с подробностями. 8 утра, дамбы на левом берегу. Здесь уже собрались участники заплыва. Буквально через несколько минут будет дан старт водному марафону. Поплывут участники вниз по течению в целях безопасности. На время плавания полностью приостановили прохождение судов. Конечный пункт пловцов – Центральный пляж. Здесь их уже ждут друзья, родственники и спасатели. Перед выходом в открытую воду, как называют Волгу, участники – зарядка и подготовка снаряжения. 30 человек на старте, но рассчитывать придется только на себя. Когда вокруг одна вода, а плыть предстоит не меньше часа, важны даже мелочи. Смажем согревающей мазью для того, чтобы сохранить тепло, чтобы не замерзнуть в течение проплывания дистанции. Ласты, шапочка, очки и пятилитровая бутылка – это страховка на случай форс-мажора. О сюрпризах Волги здесь предпочитают не думать. Конечно, это работа, тем более сегодня волны вы видели. Поэтому, конечно, волнение участников есть. Но я думаю, мы справимся. В добрый водный путь участников благословил сам бог Нептун со своей спутницей-русалкой. Царь морской и речной. Благословляю всех на переплытие реки Волга. Гагаринское поехали. Марафонцы уверенно заменили на поплыли. И уже через несколько мгновений. На водной глади пластиковые бутыли до десятки разноцветных шапочек. Кросс, брас, бутырфляй. Чтобы не терять силы, пловцы чередуют техники и передают приветы любимым. Всем привет. Полиню привет. Я наплыл первым. Когда к берегу подплыл первый участник, стало понятно. Он сдержал обещание. Бассейн с тихой водой. Тренер по плаванию. Впервые заменил на открытый водоем. Теперь с гордостью может сказать. Ему даже Волга по колено. В общем, технику надо ставить. Тренироваться надо в открытой воде. Вначале сначала не понял, как надо плыть, а потом уже подстроился и стало легко. Это первый заплыв, но не последний. С Денисом Киреевым согласились и другие участники. Повторить еще раз такой марафон согласился бы каждый, кто сегодня укротил бескрайние воды Волги. Нельх, Чатрян, Денис Миронов. Вести Ульяновск.